Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Коротко об основных темах выпуска. Дело на 10 миллионов. Именно столько потерял областной бюджет в результате мошеннической схемы двух бывших налоговиков. Дело на 10 миллионов. Именно столько потерял областной бюджет в результате мошеннической схемы двух бывших налоговиков. Деньги в качестве возврата НДС они незаконно получили с помощью 16 фирм-однодневок. В хитросплетении их финансовой авантюры разбиралась Валерия Макарова. Дело двух бывших налоговиков обещает быть долгим. Одно только обвинительное заключение состоит из пяти томов. По версии следствия, Алексей Илюхин и Андрей Дропа мошенническим способом получили возмещение НДС на сумму почти 10 миллионов рублей. Для этого использовались фиктивные документы, а фирмы, которые якобы участвовали в сделках, являлись однодневками. Свои лица обвиняемые скрыть не пытаются, но и не особо разговорчиво. В этом деле своей вины они не признают. По версии силовиков, чтобы провернуть мошенническую схему, они обладали специальными познаниями в сфере налогового законодательства и заведомо знали порядок возмещения налога на добавленную стоимость. В начале 2000-х Илюхин и Дропа вместе работали в налоговой инспекции по Ленинскому району Самары. Илюхин покинул госслужбу после того, как получил два года условно за хулиганство и угрозу убийством. Теперь суд того же района, где когда-то он работал налоговиком, рассматривает уже дело о мошенничестве. Судимый Илюхин и Дропа имеют за решение преступления в присмотре 159-й уголовной кодексе Российской Федерации, а именно в 11 эпизодах мошенничества по части 4, 3 и 2. Санкция самого тяжкого преступления 159-й части 4 присматривает реальное решение свободы до 10 лет. Специалисты говорят, рассмотрение этого дела может затянуться на несколько месяцев. Объем большой, нужно допросить много свидетелей. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События. Незаконный бизнес аморального характера ликвидировали в Самаре. Задержан семейный подряд сутенеров. 28-летний мужчина и его жена организовали салон по предоставлению интимных услуг. Сотрудниц набирали по объявлению в сети интернет. Девушкам обещали высокооплачиваемую работу. Клиентов тоже искали через всемирную паутину. Размещая анкеты. Работал салон по всему городу, по вызову. Незаконный бизнес просуществовал более двух лет. Прикрыли лавочку после оперативного эксперимента. В бане были задержаны три работницы сферы интимных услуг и жена организатора салона. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Мужчине же поначалу удалось скрыться. Он был объявлен в федеральный розыск и задержан в конце сентября. Организаторам незаконного бизнеса может грозить штраф до полумиллиона рублей или лишение свободы. Была проведена контрольная закупка, им были переданы денежные средства и все участники были, соответственно, пойманы с поличным. 28 сентября скрывшегося мужчину обнаружили. Он был задержан. 30 сентября ему судом избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Более двух с половиной тысяч преступлений раскрыто. Задержаны сотни злоумышленников, в том числе серийные насильники и грабители. Итоги работы за 9 месяцев этого года подвели сотрудники Самарского уголовного розыска. Сегодня они отмечают 98-летие службы. Знаменательную дату встретили очередным крупным задержанием. В руках оперативников УК Розыска оказались грабители, совершившие 29 квартирных краж в Самаре. Работа сотрудников уголовного розыска сопряжена с риском для жизни, с риском для здоровья. Наша служба находится на передних рубежах борьбы с преступностью. То есть это постоянные засады, постоянные оперативные разыскные мероприятия, которые направлены на раскрытие преступления. Рак молочной железы. Такой диагноз поставили 15 тысяч женщин Самарской области. Эта цифра неуклонно растет с каждым годом. Для информирования горожан об онкологических заболеваниях Союз женщин Самара организует массовые профилактические акции. На них можно пройти обследование у узких специалистов и сдать анализы. Вопросами женского здоровья обеспокоился и Андрей Горгуленко. На Илья Чубаркина терпеливо ждет своей очереди. Узнав про акцию, пришла проверить себя и убедиться, что все в порядке. Ведь к вопросу своего здоровья подходит основательно. У меня двое детей. Я бы хотела быть всегда здоровой мамой, здоровой женой. И поэтому хочу знать, что со мной все в порядке. Жители могли проверить работу сердца, измерить холестерин и сахар в крови. Желающие могли привиться от гриппа. Ну а самое главное – бесплатная консультация у онколога. Всех желающих будут осматривать высоко квалифицированные специалисты и доктора онкологического центра, давать свои рекомендации. Если потребуются дальнейшие дообследования, то непосредственно отсюда будут даны направления на дообследование и если понадобится и лечение. Акция в областной библиотеке привлекла внимание к проблеме рака молочной железы. При ранней диагностике шансы вылечиться увеличиваются, но многие женщины не находят время для профилактического осмотра у врачей, а другие даже боятся показываться специалистам. Наша задача как раз нашего отделения медицинской профилактики – устранить у женщины вот этот вот страх и призвать всех женщин более внимательно относиться к своему здоровью. И заболев, женщина, она больше потратит время на хождение по больницам, поэтому лучше один раз прийти и пройти профилактический медицинский осмотр. Самарский союз женщин неоднократно выступает организатором профилактических акций. Каждый раз свое здоровье приходят проверять больше двухсот человек. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События. Готовь сайне летом, а лопаты осенью. В Самаре проверяют готовность управляющих компаний к зиме. Особое внимание уделят содержанию дворов и кровель. К предстоящему сезону закупают новый инвентарь, спецодежду, осматривают технику. С подробностями из железнодорожного района Олеся Корецкая. Угол дымохода, который располагается в углу опадения, стоит не больше 8-9 метров. Новый инвентарь, новые правила работы. Все кровельщики прошли спецобучение. Кровельщик со стажем Юрий Тюрин проверяет страховочный пояс. С ним он будет работать на высоте. Когда очищаем снег, когда очищаем лед, когда мы все, что делаем на кровлю, мы все там очищаем, чистим, сбрасываем. Когда все это подтянется, затянется, закроется, застегнется, будет очень хорошо выглядеть. Содержать в порядке железнодорожный район будут пять управляющих компаний. Мы летом начали уже подготовку, прошли техосмотр. Эта техника только для железнодорожного района. Их тут 6 единиц этой техники. Она закреплена, 6 домоправлений. Дворников у нас по штату здесь в наличии было 110 человек. Готовность управляющих компаний к зиме в части содержания дворовых территорий и очистки кровель проверяют специалисты из администрации железнодорожного района и департамента городского хозяйства. Вывод – к зиме готовы, снегопады и обледенения не страшны. Проверили управляющие компании не только наличие инвентаря у дворников, как вы сами себе наблюдаете, но и инвентарь, в котором используются кровельщики для предотвращения падения кровель при очистке скатных крыш в период образования наледи или снегопадов. Приводить в порядок дворы и кровли, очищать их зимой от снега и наледи в железнодорожном районе будут почти 300 дворников и 15 спецмашин. Если техники какой-то в наличии у управляющей компании нет, то у управляющей компании имеются договора на обслуживание с какими-то сторонними организациями, которые обязуются в случае необходимости такую технику снегоуборочную предоставить. Такая же практика используется в работе с дворниками и кровельщиками. При необходимости на очистку города вызываются дополнительные силы. Такие смотры организуют во всех районах Самары. Они проходят не первый год. При подготовке к работе в зимний период коммунальщики учитывают прошлогодний опыт, чтобы во время наступающей зимы быть готовыми к любым капризам погоды. По городу сформированы 286 бригад для своевременной очистки кровель. Олеся Корецкая, Максим Гусев, События. 5 октября во всей стране отмечают День учителя. С профессиональным праздником педагогов Самарской области поздравил губернатор Николай Меркушкин. В последние годы самарские педагоги неоднократно добивались высочайших результатов в работе. Представители губернии регулярно выходили в финал конкурса «Учитель года России». А в прошлом году преподаватель истории Сергей Кочерешко стал абсолютным победителем. И регион впервые принял финальный этап всероссийского конкурса. Это большое достижение педагогического сообщества Самарской области. Региональное правительство старается сделать все для того, чтобы работа учителей была эффективной, а педагоги чувствовали уверенность в завтрашнем дне, сказано в поздравлении. А теперь коротко о других темах дня. В Самаре разработали батарейку, которая может работать 100 лет. Уникальную технологию создали ученые Самарского национального исследовательского университета. В основе научного открытия идея о преобразовании энергии, излучаемой радиоактивным источником в энергию электронную. Разработки в этом направлении ведутся в лабораториях всего мира. Экспериментальные образцы есть уже не только в России, но и в Швейцарии и США. Разработка самарских ученых от аналогичных отличается экологичностью, дешевизной и более длительным периодом эксплуатации. Двухлетнего ребенка нашли в подъезде дома в Самаре. Мальчика, который еще не умеет разговаривать, отправили в больницу, а полицейские начали искать родителей. Во время обхода квартир выяснилось, что малыш гостил у родственника. 24-летний молодой человек оставил ребенка в квартире одного, а сам пошел к соседу выпить. Ребенок смог открыть дверь и выйти на лестничную клетку, где на него и наткнулась местная жительница. Позже разыскали и 21-летнюю маму малыша. Раньше семья в поле зрения полиции не попадала. Назначена проверка. Екатерину Пузикову, обвиняемую в убийстве своего мужа, замдиректора Самарского филиала Россельхозбанка, вновь будут судить. По версии обвинения, 7 марта 2012 года Пузикова подмешала в пищу своего мужа отравляющее вещество. В результате он скончался. Ранее суд уже назначил Пузиковой 7 лет лишения свободы. Однако вышестоящим судом приговор был отменен. Дело отправлено на доработку. Следователи уверяют, что не нашли достаточно доказательств невиновности Пузиковой и вновь отправили материалы в суд. В Самарской области уничтожены полторы тонны говядины. 3 октября на посту ДПС «Рубеж» был задержан грузовой фургон «Газель», который перевозил мясо без документов, подтверждающих его безопасность. Это является нарушением единых ветеринарно-санитарных требований. В итоге был составлен протокол, а говядина направлена на утилизацию. В Самаре временно ограничено движение транспорта в сторону кладбища «Лесное». Это связано с проведением первенства региона по дуатлонам. Ограничения будут действовать с 9 утра до 2 часов дня на участке дороги от съезда к учебно-спортивному центру «Чайка» до поворота на кладбище «Лесное». Из Крыма за опытом в Самару. В республике начали налаживать систему оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. В столице региона уже 5 лет успешно функционирует единая дежурно-диспетчерская служба. И нашим специалистам есть чем поделиться с коллегами. На встречи по обмену опытом побывала Марианна Мирная. Гость из Крыма Святослав Манежин отвечает в республике за оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации. Но эта система пока находится на стадии развития. Единые дежурно-диспетчерские службы существуют еще не во всех городах и районах, а те, что есть, скудно оснащены технически. Вот и ездят крымчане по всей стране и берут лучшие идеи отовсюду. В Самаре меня приятно удивило на самом деле ИДДС. Очень организовано. Главное, что инновационные технологии применяются, что мне понравилось, к чему нужно стремиться на самом деле в этот век наш информационных технологий. И однозначно опыт, приобретенный тут, он повлияет благоприятно на развитие ИДДСов муниципальных образований в республике Крым. Самарская ИДДС была организована пять лет назад. Сюда в штаб стекается вся информация о возможных или уже случившихся аварийных и чрезвычайных ситуациях. В особенности внимания уделяется 28 потенциально опасным организациям, 10 из которых химические. Чтобы не случилось беды, дежурные работают в круглосуточном режиме. Чрезвычайные ситуации возникают регулярно. Они носят природный, техногенный характер, связанные с угрозой жизни населению. Поэтому они связаны с возникновением пожароопасной обстановки в городе, с аварийными ситуациями в сфере жилищно-коммунального хозяйства. И главная задача ИДДС – своевременно отреагировать на возникающие эти ситуации, для того чтобы предотвратить неизбежные угрозы для населения. В единой службе в Самаре трудится 10 дежурных. Для того, чтобы укомплектовать штат сотрудников, необходимо организовать курсы подготовки специалистов. Марьяна Мирная, Константин Головин. События. Сегодня тренировки по гражданской обороне проходят по всему городу. Организована учебная эвакуация студентов и сотрудников университета. Смотр спасательных подразделений, места санитарной обработки техники. Завершится марафон 7 октября учениями. По легенде, специалистам предстоит ликвидировать крупное ЧП. С подробностями наш корреспондент. Измерить объем головы, подобрать противогаз и обязательно его продезинфицировать. Сейчас это только тренировка. При возникновении чрезвычайной ситуации сотрудники Самарского метрополитена должны знать, где и в каком порядке получить так называемые средства индивидуальной защиты. При наступлении какой-либо ситуации я уже знаю, куда прибыть и чтобы получить противогаз для защиты от всяких вредных веществ. Наша первая задача организовать, прежде всего, средний руководящий состав, для того, чтобы далее все работники метрополитена получили все необходимые средства индивидуальной защиты и были готовы к реагированию и к защите себя от вредных факторов и воздействий, которые могут быть. В регионе стартовала масштабная тренировка по гражданской обороне. Такие проходят по всей стране. В них участвуют предприятия, а также органы исполнительной власти и местного самоуправления. Главная задача – подготовить жителей к действиям в чрезвычайных ситуациях. Вот эта данная тренировка по гражданской обороне, она позволит нам выявить какие-то, может быть, слабые места и потом спланировать уже повседневную действенность таким образом, чтобы устранить выявленные недостатки и быть готовым, чтобы и руководители предприятий, организации, и сами работники, да и все население городского округа Самара было готово к действиям в условиях каких-то чрезвычайных ситуаций, непредвиденных ситуаций. Сегодня тренировки по гражданской обороне проходят по всему городу. Кроме пункта выдачи противогазов, организована учебная эвакуация студентов и сотрудников университета, смотр спасательных подразделений, места санитарной обработки техники. Завершится марафон 7 октября учениями. По легенде, специалистам предстоит ликвидировать крупное ЧП. Андрей Горгуленко, Алина Чемерис, Станислав Левин. События. Далее новости с финансовых рынков. Слово нашему экономическому обозревателю Ларисе Шалафаст. Здравствуйте. Нефть марки Brent торгуется сегодня выше 51 доллара за баррель. Американская валюта укрепила позиции. На 6 октября Центробанк установил курс доллара на отметке 62 рубля 45 копеек. Евро 70 рублей 7 копеек. Золото стоит 2627 рублей. Серебро 37 рублей 62 копейки за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 63 рубля 96 копеек. Дороже всего продать за 60 рублей 86 копеек. В 2017 году цена пачки сигарет может подорожать на 20 рублей. Произойдет это, если Минфин решится реализовать свою идею по индексированию акцизов на табачную продукцию на 10% ежегодно. С начала года цены на недвижимость в Самаре снизились почти на 4%. Средняя стоимость одного квадратного метра жилья в сентябре составила 60 685 рублей. А на капитальный ремонт стадиона «Нефтяник» в Самаре потратят 102 миллиона рублей. На этом все. Удачи в делах! Доброе привидение как бесплатное приложение к экскурсии по городу. В пресс-центре Самарской газеты состоялась открытая лекция на тему «Самара мистическая и таинственная». Образ исторического центра города всегда окружали легенды о таинственных звуках в старинных особняках или о появлении призраков в одноэтажных кварталах. Что происходит на самом деле точно не установлено, но рассказы о фантомах и привидениях создают неповторимый мистический дух старого города, который можно раскрутить, как неплохой туристический бренд. Слушатели узнали захватывающие истории подземной Самары, а также о жутких, но очень симпатичных привидениях в бывшем здании Тюза. Те люди, которые вечерами, ночами оставались в театре, они видели некие очертания, такие бестелесные сущности двух девушек. Они ходили, вот эти девушки, парно, но они были не страшные, то есть это были привидения в таком не самом жутком смысле слова, то есть они не гремели кандалами, какими-то цепями, да, не скалили зубы. В Самаре растет интерес к генеалогии. По данным социологов, поиском родословной интересуется примерно 25% населения. Тем более на помощь приходят современные технологии. Данные из архива оцифровываются и выкладываются в общий доступ в интернет. Что можно найти в архиве, выяснила Олеся Корецкая. Откуда есть пошла моя семья? Этим вопросом Леонид Корецкий, а по совместительству мой супруг, занимается давно. Постоянно тормошу своих бабушек, дедушек, которые еще были, еще кто-то жив, записываю за ними и постепенно получается какая-то картина. Некоторые факты даже очень интересные оказались. Рассказы о предках, фото и документы заносят в специальную компьютерную программу по типу электронной картотеки. Там же составляет генеалогическое древо. Государственный архив обратился, когда след прапрадеда затерялся во временах раскулачивания. Есть там какие-то фамилии, что-то я знаю, где они родились, где жили. Немножко знаю их статус. Но где копать и как можно узнать хоть какую-то информацию. За 30-е годы можно найти дела о расплачивании самостоятельных исследований в читальном зале. В Государственном архиве Самарской области хранится информация с момента образования губерний в 1851 году. Здесь есть метрические книги с записями о рождении, смерти, браке жителей губернии, а также переписи населения для налогообложения. Так называемые ревизские сказки. В метрических книгах и ревизских сказках содержится минимум информации. Данных больше, если предок входил в высокое сословие или сделал что-то значительное, хорошее или не очень. Книги находятся в хранилище. Их нужно заказывать через картотеку фонда. Информация доступна каждому. Нужно только записаться. Найти следы своей родословной по одной фамилии невозможно. Нужно знать хоть какую-то дополнительную информацию. Девичью фамилию у женщин, место рождения, сословную принадлежность, место службы для военных. В помощь соискателям электронная библиотека с оцифрованными архивными данными. Оцифрованы именно те документы, по которым можно составить как раз древо. То есть это записи о рождении, смерти и браке и ревизские сказки, где полностью по семейной списке выложили. Поиски родословной занятия кропотливые. Кто не может и не хочет искать сам, обращается к профессионалам. В частный историко-исследовательский центр. Специалисты помогают самарцам в поисках своей родословной. Составляют генеалогическое древо, восстанавливают биографии, занимаются военными историями и геральдикой. Специфика исследований такова, что приходится обрабатывать огромное количество материала. Если брать по генеалогии, источники по одному населенному пункту, допустим, они могут находиться в разных архивах. Что также сопряжено с командировками, дополнительными временными и трудозатратами. Интерес к генеалогии в Самаре набирает популярность. Люди часто заказывают подарочные варианты оформления семейного древа. И просто ищут информацию о семье, чтобы не забывать свои корни. Олеся Корецкая, Станислав Левин. События. Мировая премьера в Самарском литературном музее. Так в шутку артисты назвали спектакль «Молоко» по пьесе Екатерины Мавраматис. Эта постановка выходит за рамки жанра, в котором работает классический театр. В Самарском уместном театре спектакль собрал аншлаг. На вечер современной драматургии пришло даже больше зрителей, чем может вместить зал. Олег Зверев тоже оценил творческий эксперимент. Почти вдвое больше зрителей смог вместить в камерный зал литературного музея, чем он рассчитан. Размещать пришлось как придется. А многие и вовсе смотрели стоя. Но в этом и прелесть уместного театра, в котором уместно все. То, что называется не формат для классической сцены, на этих подмостках воспринимается на ура. Группа молодых актеров-инноваторов составила основу театра, открытого для самого смелого творческого эксперимента. Мы так или иначе действуем, продвигаем современную драматургию. Не замечаем, не делаем виду, что я будто бы не существует, потому что она существует. Мы живем в этом времени, мы должны его чувствовать, понимать. И время должно нас понимать. И мы должны, театр должен искать какой-то общий язык со зрителем все-таки. Сегодняшний спектакль сами артисты в шутку называют мировой премьерой. Пьеса Екатерины Мавраматис «Молоко» еще не ставилась нигде и никогда. Ее читали на сценах Москвы и Петербурга, а сам текст попал в шорт-лист литературного конкурса «Первая читка». Жанр постановки так и назвали между читкой и спектаклем. Главная героиня выносит на своих плечах все безумства мира. И спасает мир, где в школе недолюбленные дети, дома пингвины и в лесу неспокойно. Эксгибиционист Мамолок. Эксгибиционист-психолог. Актриса Анастасия Карпинская считает, что ее героиня самый нужный человек. Ведь именно благодаря таким женщинам мир сохраняет спокойствие. Мне симпатично тем, что она не агрессивна, то, что она умеет найти выход из любой ситуации, причем выход найти грамотно. И вот, в принципе, так она и существует по жизни. Поэтому именно ей, наверное, дается такая возможность спасти этот мир. Именно женским способом. В этом сезоне это уже второй вечер современной драматургии, который проводит у местный театр. Творческий настрой таков, что впереди еще немало подобных вечеров и спектаклей, которые невозможно поставить на сцене классического театра. Олег Зверев, Артем Сулайманов. События. Новости спорта в эфире. Я передаю слово Сергею Кизоркину. Новости спорта в эфире. В двух сетах уступила чешке Каролине Плишковой во втором круге пекинского теннисного турнира со счетом 6-3, 5-7, 6-7. А накануне 19-летняя спортсменка легко расправилась с американкой Луизой Чирико 6-2, 6-1. Лучшим голкипером сентября в высшей хоккейной лиге стал вратарь ЦСКА ВВС Егор Оселедец. Он правил за свою команду пять матчей, одержал четыре победы, в том числе однажды ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности, пропуская в среднем полторы шайбы за матч. Звание лучшего голкипера ему присудила спецкомиссия ВХЛ на основании статистики и экспертных оценок. Баскетболисты Самары в четверг, 6 октября, стартуют в Суперлиге. Первую игру чемпионата страны волжане проведут в Москве с Химками. В личных встречах пока ведет Самара со счетом 4-0. Следующий матч пройдет в Ереване в воскресенье 9 октября. Соперник – дебютант турнира клуб «Урарту». Перед своими болельщиками Самара сыграет 18 и 21 октября, вторник и пятница соответственно. Матчи пройдут с Иркутом и Новосибирском. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова